welcome 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 дорогие друзья это с вами виви и у нас пока еще на основной канал виви латвия записывается видео как видите три правонарушения авторских прав на канале виви латвия life который 99 лп виви латвия life они все еще остались сегодняшний день был как раз ключевой для проверки и 4 числа должно было здесь пропасть вот эта вот штука это три месяца назад был первый страйк и тот страйк был приведен сейчас покажу вам правообладатели от правообладателя smart protection нынешние два страйка подряд которые пришли в последнюю как раз ки неделю они тоже идут от smart protection а только это называется компания free and development . gmail.com и все они не обладает правами кидать мне страйки кто не в курсе они боты боты которые имели право кидать людям страйки за прямые эфиры чемпионатов когда кто-то на ютубе делали стрим чемпионата европы чемпионаты и в америке но они кинули их рает и мне написали письмо в котором они сказали что попросят боты эти убрать страйки но видимо выходные и либо ботом вообще начхать ну потому что кто там у них один человек сидит работает и возможно до 6 числа эти страйки не пропадут и соответственно канал будет забанен безвозмездно и самая большая проблема ребят вот эта вот фраза только есть количество предупреждений связанные с ним а каналы и вот в этом проблема то что я ну как и многие на и на люди и советую вам с другими стримерами поговорить создал вот сейчас покажу вам сменить аккаунт создал на один email три канала и все эти три канала будут забанены если мы зайдем в вела твилайф обычно где там 14 тысяч почти подписчиков сейчас вот 13976 то вы увидите нет никаких наказаний здесь все четенько никаких правонарушений потому что на нем ничего и быть не может сюда и очень качественно всегда пытаясь выкладывать видосики периодически там монетизацию могут выключить вот например как здесь авторские права на песню принадлежат как хотел сказать селин дион селин дион принадлежат а которая линси стерлинг и соответственно вся монетизация идет ей дам плевать ну как бы я хотел просто сделать реакцию реакцию сделали но этот канал улетит в бан и соответственно у меня сейчас к вам просьба как говорится пройдите по ссылочке снизу и подпишитесь на новый канал у меня есть здесь вот уже даже на моем твиче респаун вот так вот он будет пока выглядеть пока он так выглядит пока он пустой совершенно ничего там нет но я сегодня завтра и пока еще канал не забанят и послезавтра буду вырезать самые лучшие видосики с этого канала которые ну исторически важные для нас с вами чтобы я их не дублировал и буду перекидывать туда перезалив так называемый буду делать а все почноцы дальнейшие все виви новости все реакции и какие-то летсплеи будут тоже выходить сразу же на тот канал уже который новый случку оставлю она пока кривая вот такая пока ссылочка там видите ее не были не видеть сейчас покажу вот такая пока ссылочка юкв и там много букв но потом я ее поменяю по этой ссылке все равно сможете проходить потому что эта ссылка навсегда дается канал она никуда уже не уходит она останется такой навсегда но можно будет ее сделать сокращенную версию там ввл например можно будет написать и ну чтобы вам было проще на нее выходить поэтому а лайф ну можно и а лайф название мы еще его поменяем потому что я пока не знаю что у нас будет смогу ли я спасти свой основной канал вопрос да смогу ли я спасти свой основной канал вы многие тут спрашивали ответ пока под вопросом я думаю есть маленькая но доля вероятности что я смогу спасти завтра буду с модераторами ютуба общаться так же само попытаюсь этого имейла отвязать тот канал чтобы они были не взаимосвязаны тогда у меня только улетит в вилла твилайф и тогда это будет наша будущая мусорка в вилла твилайф но и временно он пока так называется но потом я могу поменять название на любое какое есть вот такие вот грустные новости ну а теперь давайте просто раз уж вы зашли сюда виви новости посмотреть давайте новости еще япония завел отношения одновременно с 35 девушками оказалось что все ради подарков на день рождения каждой девушки он назвал разную дату своего дня рождения в итоге получил 32 подарка пока девки это все не прознали не начали на него подавать в суд и ну в полицию и соответственно суд япония сдоволен и реальная ли эта история на самом деле я попытался перегуглить и выяснил что действительно такая история есть вопрос о том а можно ли продавать эти подарки которые девушки дарят я вспомнил о том что в японии реально люди немножко по-другому относятся к дням рождения особенно девушки к мужчинам например на 14 февраля и на другие какие-то дни всех влюбленных девушки дарят довольно дорогие подарки не носки а довольно дорогие подарки мужчинам а мужчины максимум что могут дарить девушка реально максимум них так стереотипно придумано это еду максимум то есть может сводить ее в ресторан все почему так потому что если ты даришь ей дорогие подарки это считается что ты ее пытаешься купить значит и к той же ты к ней как шлюхи вот такая вот интересная на японская нас традиция но взаимные подарки дает уж когда дальше пошло уже к другим отношениям хочу еще сделать маленькую ремарку по поводу буткемпа есть сайт вы знаете да ссылочку тоже могу оставить многие спрашивали на нее как выйти ремарку да надо сделать я сказал в прошлый раз шоу мейкер гал с каньоном вместе поднимались они в дуо и да я ошибся шоу мейкер с мал рангом поднимался а каньон поднимался с каннам каньон кстати уперся сейчас валу стрик и в итоге он начал терять очень сильно винрейт свой и отвалился ну не отвалился но отвалился относительно топа игроков теперь его уже тут поджимает кань поджимает шоу мейкер им там по сути 5 побед одержать ему 2-3 поражения и они его уже нагонят любопытно другое то что седьмое место занимает игрок который будет играть против команды unicorns of love и у него за каких-то 70 игр элла сейчас мастер элла 300 очков 350 очков вы становитесь гранд мастером по-моему там в районе 800 очков вы становитесь а ну вот 750 видимо чаликом и кто не знает это лесник команды как раз таки пентанет gg та команда которая будет играть против команды unicorns of love в свою очередь например ананасик на новом райт геймсовском аккаунте попытался ну блеснуть как говорится но они мы тоже выдали аккаунт как и всем выдали аккаунт некоторые из наших ребят играют на своих основных аккаунтов ананасик попытался блеснуть и блеснул не очень хорошо и это внушает оптимизм команде за океане и оптимизм тем кто болеет за пабу и нам негативизм да получается потому что а чё такое почему команда pgg так довольно высоко уже успели добраться некоторые из наших ребят из снг до этого это вообще никогда не добирались но благо в unicorns of love почти все игроки по-моему даже все игроки если я не ошибаюсь добирались до чалика я не уверен насчет фрапи вот его аккаунт я никогда не чекал добирался ли он до чалика но кто-нибудь там в комментариях напишет переходим к другой новости а новость касается тоже bootcamp а дело в том что сейчас очень много людей хвастается тем как они побеждают игроков и я провел такой небольшой анализ и увидел что огромное количество игроков с европы громят без шансов китайцев и если мы опять же вернемся сюда мы видим с вами что вроде как у ребят из royal never give up тоже неплохие позиции они уже до мастер элла добрались только винрейты у них какие-то слабоватые и это коллектив который ну намеренно мы можем учитывать как топ-2 коллектив этого чемпионата то есть китай будет номер два корея номер один то есть рейтинг мы должны такой расставлять но в итоге мы с вами видим у них ничего не получается более того еще выкладывали люди не просто там разгром как вот здесь вот паренек выложил так кто не понял что это за картинка здесь один двенадцать за до керри чувак отправил галю один двенадцать фармиться и потом многие шутку эту выдавали потому что в следующей игре они попались снова вместе и галя попросил одекерри а этот одэшник который вот только что разгромил написал ему нет это довольно забавно ну а тогда были моменты даже когда команда royal never give up играла в четвером вместе случайно так попались против каких-то рандомов из европы и рандомы из европы их разгромили одолев их довольно неплохо еще одна новость на от мистера том кеннона на это не порно актер не путайте хотя они к нам очень походит над порно актерство это связано с проектом l тот самый проект l это не кира против эл ребят это проект l который riot games и анонсировали аж в 2000 уже получается девятнадцатом году два года назад и анонсировали его как куча разных проектов он был вместе с ними и проект l занимающийся игра файтинг тот самый который они собирались делать там местный стритфайтер вместо mortal kombat с персонажами лиги легенд и никаких новостей не предвидится в этом году он здесь четко это пишет точно не в этом году private или бы публик бета вообще не ожидайте забейте ну вот начальник этого проекта он зато вот может таких вот песиков рисовать все больше ничего про него сказать не могу и что у нас еще осталось да арканка арканка конечно осталось совсем забыл какая у нас новость еще есть 19 секунд трейлера могу вам ее показать но я думаю вы все уже видели эти 19 секунд пасхалок здесь никаких не было черт звук пасхалок здесь никаких не было нам показали вай нам показали джинкс нам показали виктора нам показали весь пилтовер и заун в данном случае ну пилтовер это верхний город заун это нижний город и то что все это дело будет netflix проводить но главное нам сказали что это будет coming this fall наконец-то а кто не в курсе coming this fall должен был быть в прошлом году именно fall прошлого года было задумано что такое fall это осень листья сбросили весна приди красота да но здесь осень осенью собирались они делать в прошлом году но в итоге будет осенью этого года то есть целый год из-за к вида нет переносили видимо до рассчитывали на что-то другое не знаю может как-то хайпа побольше подсобрать во время к вида не надели что люди придут а теперь уже решили что ничего все она не поменяется решили выпустить его хотя сами райты отмечали что вроде как уже пост обработка завершена и все зависит теперь от нетфликса когда они захотят это выпустить так что ждет нас с вами аркан дай ну и для тех кто не знает что такое вообще аркан аркан это анимационный сериал 12 по-моему серии если я не ошибаюсь первый сезон 12 серий будет ли второй сезон неизвестно пока просто 12 серий анимация мультики или аниме называйте это как хотите рассказ будет про вай джинкс кейтлин эко и будет идти вся история от персонажа которого нет в лиге легенд легенд это многих уже конечно же сбила с толку а что за бред но возможно в лигу легенд этот персонаж потом появится просто рассказ будет идти от его глаз а это будет второстепенный персонаж точнее основной персонажа второстепенным персонажем будет персонажи лиги легенд и будет все вот рассказано провод эту градацию вообще идеальный мир конечно подобран то что пилтовер мир богатых и ученых и зауны мир алкоголя наркотиков рок-н-ролла но при этом бомжей ну то есть там низменности получается возможно это будет что-то по типу алиса да или как-то там назывался мультфильм тоже анимационный там где робота лиса была так что пилтовер и зауны ты интересная вселенная интересны будет аниме и наверняка будут затронуты темы расовой дискриминации социальной нестабильности социально вот это вот градации это все будет тут задействовано надеюсь как netflix учитывая что они netflix это не перейдет в совсем уже зачем нам лигу легенд давайте будем такие вопросы здесь решать надеюсь они все же будут больше про лигу легенд больше про рунтеру и меньше про политическую позицию высших мира сего али то да не али то не али то не алиса а али то али то да спасибо что сказали можете ее посмотреть он кстати неплохой вот и все ребят подписывайтесь на новый канал youtube а еще раз покажу как он выглядит чтобы вы не путали вот так вот он пока будет выглядеть потом мы здесь все поменяем и первое видео сегодня я возможно это видео туда же тоже залью то есть у меня будет залито видео на основной канал сейчас вот это который вы смотрите и будет на новое канал а ножа тоже залито просто чтобы она никуда уже не пропал а так все всем пока всем счастливо ставьте лайк усики пока еще можете